Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Довича и я, Светлана Калышницына. Смотрите в этом выпуске. Год до юбилея дорожные полицейские отмечают профессиональный праздник. И пешеходы, и водители, и старые малые во многом зависят их жизни. Здоровое благополучие, то насколько вы добросовестно, честно, если у тебя с рукой. Сделал добро, легче поступил в ВУЗ. Как именно волонтерская деятельность помогает в учебе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Деревянная церковь, золотые купола. В возрожденном селе Казань с нуля восстановили храм. В Кирове сегодня утром снова горел дом. Нежилое деревянное двухэтажное здание по адресу Карла Маркса 186, по словам сотрудников МЧС, огнем охватывает периодически. До этого дом горел в конце мая вместе с соседним 188-м. На этот раз того, чтобы огонь перекинулся на другое здание, спасателям удалось избежать. Пожар они потушили довольно быстро. Звонок от прохожих поступил в половину 11 утра. К полудню здание уже не горело. Всего на место приехали 7 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали 30 человек. Причиной, по предварительной версии, стал поджог. По мнению жителей района, в этом доме могли собираться люди без определенного места жительства. Еще один такой же нежилой и также двухэтажный дом горел сегодня в Ленгасово. Но пожарных машин понадобилось для его тушения на одну больше, то есть 8. Несмотря на старания спасателей, крыша и стены деревянного здания обгорели полностью. Сотрудники другой структуры правоохранительной сегодня получают поздравления. 3 июля Кировской государственной инспекции безопасного дорожного движения исполнилось 79 лет. Поздравить и поблагодарить дорожных полицейских за работу собрались начальники областного управления и ветераны. Лучшим инспекторам они вручили знаки отличия, благодарственные письма и грамоты. Отмечу всего, в Кировской области службу несут около тысячи сотрудников ГИБДД. Каждый день они пресекают сотни нарушений, раскрывают преступления и обеспечивают безопасность пешеходов и водителей на дорогах. Служба ваша непроста и день и ночь, потому что и пешеходы, и водители, и старые малые во многом зависят их жизни, здоровье благополучие, то насколько вы добросовестно, честно несете службу. Желаю вам успехов в семейной жизни, терпения на этой нашей службе. Я вот сейчас, когда разговариваю уже с товарищами, говорю, что служба непроста сама по себе, потому что это общение с народом. Ну не вам рассказывать, что люди меняются с каждым годом, работать становится все сложнее. Но вы, я когда все говорю, если иначе работать, надо нести это дело до конца. Дорожная полиция Когда автолюбители не замечают спецмашину на дороге, единственный, кто может помочь – регулировщик. Андрей Козырев своего рода дирижер, а его оркестр – это дорога с машинами и пешеходами. Почти каждый раз, когда ломается светофор или случается авария, Андрей Анатольевич выходит в центр перекрестка и начинает управлять потоками машин. Говорит, работа у него непростая, требует внимательности, так как стоять между проезжающими машинами опасно. Особенно, когда водители не понимают, что означают жесты регулировщика. Их всего четыре, но они их практически не понимают. И смотрят уже на других водителей, как они поедут, и потом, начиная движение. Вот я вышел на перекресток, закрыл движение, открыл для одних, но один водитель не заметил, что в движении стоит регулировщик. И совершил столкновение с двумя автомобилями. Кстати, на перекрестках регулировщики меняются примерно каждые 20-30 минут. В это время, например, летом полицейские могут немного отдохнуть, постоять в теньке. Зимой же погреться в машине, так как одежда не всегда спасает. Инспектор ДПС Павел Разумов рассказывает, ему и его коллегам по долгу службы почти все время приходится находиться на улице. И с утра, собираясь на работу, не угадать, какая форма одежды подойдет именно сегодня. Как такие случаи были? То, что утро было достаточно холодным, а ближе к обеду погода уже была под 30 градусов. Приходится просто все тяготы эти переносить, так скажем. Терпим? В такие моменты кажется, что проще тем, кто всегда работает в помещении. Гои дежурная часть арбуза, слушаем вас. Да, а говорите адрес, я запишу, перенаправлю и ваши данные запишу. Сотрудник дежурной части Сергей Арбузов в сутки отвечает почти на 3000 звонков. Раньше он тоже стоял на дороге, поэтому может сравнить. В дежурной части работать не легче. На каждое обращение необходимо отреагировать. Либо отправить на место наряд ДПС, либо проконсультировать звонящих по тем или иным вопросам. За 14 лет работы, говорит Сергей Дмитриевич, было немало курьезных случаев. Я до сих пор помню, значит, прошел дождь, дождь, ну, теплая погода, значит, все, водитель звонит. Вот дорожники виноваты, значит, я въехал впереди двигающуюся автомашину. Но я говорю, а чем они виноваты? Потому что асфальт сырой. То есть они обязаны были его просушить для него специально, чтобы тот поехал. Бывают звонят и попадают. Как вызвать скорую, как вызвать пожарную охрану. То есть каждому человеку мы стараемся помочь. Поэтому и тем инспекторам, которые работают в кабинетах, и тем, которые контролируют порядок непосредственно на дорогах, приходится на зубок знать не только правила дорожного движения, но и статьи различных кодексов. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. Каким должен быть инспектор ГИБДД? Сегодня этот вопрос волонтеры задавали кировчанам. На Октябрьском проспекте молодые люди предлагали прохожим заполнить анкету, а также оставить пожелания сотрудникам ГАИ. Всего за время акции удалось заполнить 100 анкет. Здоровья и силы нашим сотрудникам ГИБДД. Чтобы у них все было хорошо, поменьше нарушителей. Ответы, конечно, все положительные. Когда мы задаем, задают ребята вопросы пешеходным и водителям, и говорят, что сегодня профессиональный праздник, вот как раз сотрудников ГИБДД, все улыбаются и желают легкой службы. И все вот ответы мы посмотрели. У нас смайлики улыбающиеся и грустные смайлики. И почти все ставят галочку напротив как раз доброжелательного смайлика. Не только опросами занимаются волонтеры. Они также помогают бездомным животным, собирают вещи для детей и детских домов, проводят антинаркотические акции. За это активисты получают волонтерские книжки. Это своего рода трудовые удостоверения добровольцев, которые подтверждают, что тот или иной человек оказывал кому-то безвозмездную помощь. С этого года обладатели волонтерских книжек получили привилегии. Какие именно, расскажет Елизавета Халикова. В руках баллончики с краской, на груди яркая эмблема. Представители Кировской общественной организации «Стоп наркотик» вышли в рейд. План на сегодня закрасить номера телефонов, которые распространители наркотиков рисуют на остановках и стенах зданий, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Алексей Голубев в ряды антинаркотической организации вступил в октябре прошлого года, а уже сейчас возглавляет ее. Молодой человек не сомневается, за последние месяцы он и его команда многого добились. По последним данным, которые ФСКН приводит, меньше стало случаев отравления в городе Кирове, меньше, соответственно, самих случаев употребления. За свою работу молодой человек недавно получил волонтерскую книжку. Ее выдают всем, кто больше года добровольно помогал детским домам, ветеранам, инвалидам или, например, бездомным животным. И может это подтвердить благодарственным письмом или рекомендацией. Человек может без них работать, но это также подтверждается, то есть мы идем к тому, к западному образцу, когда на работу даже будут принимать при условии того, что есть волонтерская книжка, то, что деятельность учитывается где-то. И само подтверждение самому волонтеру, что да, я занимаюсь волонтерской деятельностью, у меня есть волонтерская книжка. Однако с этого года обладатели волонтерских книжек могут рассчитывать не только на благодарность тех, кому они помогли, но и на дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Хоть на это выпускник школы Алексей Голубев, становясь волонтером, не рассчитывал, но решил воспользоваться возможностью. Тем временем руководители приемных комиссий кировских ВУЗов отмечают, в надежде на своего рода помощь при поступлении, документы подали десятки волонтеров. За индивидуальные достижения начисляются определенные баллы, которые добавляются к ЕГЭ. В частности, за осуществление волонтерской добровольческой деятельности в нашем ВУЗе добавляется три балла к ЕГЭ. Таким образом, все волонтеры, предоставив личную книжку волонтера или другой документ, подтверждающий волонтерскую деятельность, соответственно, увеличивают свои шансы на поступление на бюджетные места. Авторы этой инициативы отмечают, таким способом они хотели стимулировать молодежь к занятию волонтерской деятельностью. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. Депутат Законодательного собрания области спас теленка. Сегодня в колхозе «Красное знамя» Куменского района Владимир Шулаев делал массаж сердца новорожденному бычку. Он задохнулся во время родов, но через несколько минут массажа, который народный избранник делал вместе с дояркой, теленок дернулся и сделал первый вдох. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Сотрудников завода «Молот» в Ядских полянах сегодня эвакуировали. Рано утром на предприятии искали взрывное устройство. Информация о якобы заложенной бомбе поступила в местный отдел полиции около 7 часов утра. Искали ее около двух часов. Производство на это же время также было остановлено. Взрывное устройство полицейские так и не обнаружили. Зато злоумышленников стражам порядка удалось разыскать достаточно оперативно. Ими оказались двое местных жителей. Предполагается, что именно они и сообщили одному из работников предприятия о заложенной бомбе. ПЕД и Политех объединят информацию о том, что два крупных кировских вуза ВИАДГУ и ВИАДГГУ могут превратиться в один, опубликовали в пятницу несколько СМИ. Еще появилась информация, что оба действующих ректора учебных заведений сегодня в Москве. Руководитель бывшего Политеха Валентин Пугач даже отложил отпуск, о чем в косвенной форме сообщил на своей странице в социальной сети. Также в столицу отправился исполняющий обязанности главы областного министерства образования Александр Измайлов. Действительно ли 3 июля прошла встреча по поводу объединения вузов, станет известно не раньше понедельника. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Деревянная церковь, золотые куполам в возрожденном селе Казань с нуля восстановили храм. Нарисовали в прошлом году, показали в этом. В Кирове открылась выставка картин, которые были созданы на пленэре в Яранске. Путевка в жизнь любителей футбола получили шанс принять участие в настоящем турнире. Это «Давича», продолжаем выпуск. Митрополит Вятский и Слободской Марк, первые лица Слободского района, еще несколько десятков жителей области отправились сегодня в Казань. Это село на самой границе Кировской области и республики Коми. Хотя пока этот населенный пункт именно селом назвать трудно. В Казани сейчас всего два постоянных жителя. Но событие, которое произошло там сегодня, для тысяч верующих может стать знаковым. Дмитрий Житарчук стал его свидетелем. Зима 2014 года. Село Казань, Слободской район. Граница Кировской области и республики Коми. Тогда здесь впервые застучал топор, зашумела бензопила. На родину вернулся Александр Рязанов. Верующий человек решил возродить в селе храм. Тогда здесь жили только он с семьей, его друг и пенсионерка Марина Агеева. Не все верили, но это случилось. Силами Александра и всех неравнодушных уже через полгода был построен храм. И сегодня сам митрополит Вятский и Слободской Марк осветил купол и крест. Остались считанные минуты до того, как из дальних деревень будет видно. Казань ожила. Куполом увенчают храм. Там, где он есть, считают верующие, есть жизнь. Она была когда-то здесь. Марина Агеева живет в Казани с детства. Ее трудовой путь словно карта местности, чего в свое время в Казани только не было. В 48-м бригадирила в колхозе. Потом работала, вышла замуж на реке, работала наблюдателем. И в столовой, ой, в столовой, в пекарне и в магазине. Ой, везде. С восстановлением храма сюда вернутся люди. Уверен, инициатор строительства Александр Рязанов сам для этого делает все возможное. Вот и этот гостевой дом в Казани он построил для всех, кто пожелает приехать сюда. Даже если не жить, просто помолиться. Вера говорит, нужно этой земле, тогда все к лучшему изменится. Вот он, символ возрождения местной Казани. Спустя много лет здесь снова началось строительство. Говорят, местный житель, чьи родственники жили здесь, решил вернуться на родную землю. Причем из Америки. Человек верующий и немаловажную роль в его решении сыграло появление церкви. И вот он, итог большой работы. И, возможно, начало новой жизни в селе Казань. На местном храме установлен крест. Сегодня здесь много гостей и даже первые лица района. Но когда-то он был здесь один, все начинал с ноля. На вопрос, для чего успешному, обеспеченному человеку все это нужно, Александр Рязанов отвечает просто. То есть наступает такой момент, когда человек должен что-то делать. Не только для себя. Потому что наш век здесь короток и ограничен. У всех, как бы мы ни говорили, как бы мы ни спорили, ни доказывали. Поэтому делать добро, будет много любви, любовь. Самая сильная штука, как говорят, самая сильная, что может быть. Дмитрий Житрачук, Николай Шахарбеев, Бюро новостей, Давича. По святым местам художники со всей страны прошлым летом принимали участие в пленэре, который проходил в Яранске. Тогда под открытым небом они создали больше 200 картин. И спустя почти год организаторы подготовили выставку «Вятская провинция». В нее вошли лучшие работы 2014 года. На открытие побывала Ксения Фрик и узнала, почему кировские художники не любят рисовать лето. Предгрозовое состояние вот такое, значит, а может быть, это ушедшая гроза. Грозу над храмом Иоанна Претечи в селе Лом изобразил художник из Самары. Работа выполнена маслом и всего за четыре часа. Свои картины участники пленэра создавали в условиях ограниченного времени. И это самое сложное, рассказывает организатор выставки Юрий Митюшов. Он тоже художник. Правда, в этот раз вместо кисточки использовал другой инструмент. Здесь гелевручка и туфь перо на бумаге. Всего на выставке более 40 работ. Это пейзажи и архитектура в Яранском. Как же художники посетили святые места, объехали несколько сел. В пленэре приняли участие 28 человек. Большая часть – это гости из центральных и южных регионов страны. А вот кировских художников было немного. Как оказалось, вятские творцы просто не любят лето. У вятских художников лето ни в одном произведении почти что редко где-то видно. Серьезно. Они, говорят, любят весну, зиму или осень, чтобы колоритнее, насыщеннее и все прочее. Лето у них, он говорит, ну не получается. Всероссийский пленэр Вятской провинции по святым местам проходит уже седьмой год подряд. И каждый раз картины художников вывешивают в выставочном центре. Оценить работу можно до 2 августа. Кстати, в этом году пленэр тоже состоится. И уже по традиции пройдет в Яранском. Организаторы надеются, вятские художники примут участие и лето все же появится на картинах кировчан. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича. Команды любительские о страсти, как в настоящем профессиональном футболе. В Кирово-Чепецке завершился турнир среди дворовых команд. Он проходил уже во второй раз и, как говорят организаторы, стал традиционным. Участие в нем принимали 8 команд. Какой приз достался победителям? Расскажем далее. Еще на один шаг ближе к победе стала команда «Якоря». Это заключительная игра турнира по футболу среди дворовых команд. По условиям соревнований на поле должны быть любители. Допускается только два человека в составе команды, которые занимаются в секциях по футболу. Именно из числа двух допустимых профессионалов Михаил Кувалдин – вратарь и капитан команды «Якоря». Считает, ничего страшного нет, что играть приходится с любителями. Этот турнир важен, как и любой другой. Для получения игровой практики, для выступления за команду «Олимпия», что является главной командой города по футболу. Из числа тех, кто футболом профессионально не занимается – Иван. Это сейчас он просто болеет. А на днях борец грекоримского стиля в рамках турнира пробовал свои силы в непривычном для себя виде спорта. Команда Ивана заявилась вне конкурса, присматривались, так сказать. И если такой турнир будет, еще раз решили – обязательно принимать участие уже официально. В следующем году все будет. А возможность такая будет, уверяют организаторы первенства. Турнир в Кирово-Чепецке проходит второй год подряд. И уже сейчас можно сказать, что он стал традиционным. Собрать дворовые команды и дать им путевку в жизнь стало возможно благодаря финансовой поддержке компании «Уралхим». Мы вкладывали и будем вкладывать детей нашего города. То есть мы хотим, чтобы действительно дети росли здоровыми, чтобы у них был интерес, чтобы они оставались в нашем городе, чтобы они действительно были крепкими, здоровыми. Сертификат на правую поездку в город Казань в Аквапарк вручает Елена Александровна Перминова. Вот он – итог трехнедельной борьбы. Команда Михаила Кувалдина едет в Казанский Аквапарк. Другие участники первенства тоже без подарков не остались. Призеры получили заветные кубки и все без исключения сладкие призы. Светлана Калышницына, Данил Кочкин, Бюро новостей Давича. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Бюро новостей Давича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышница. На удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин